Привет! Здесь я на игральных картах буду смотреть для вас такую тему. Насколько он привязан к вам и привязан ли вообще? Мы посмотрим его мысли, чувства, действия относительно вас. Что он за человек, что у него сейчас в жизни происходит. Все будет видно. Это, кстати, игральные карты. Но они с небольшими символами, которые дополняют и расширяют трактовки. Итак, насколько он к вам привязан? Что он за человек? Чего от него ожидать? Я вначале ищу его карту. Это называется предиагностика. Смотрите, он вышел сразу. Первая карта его. Но это очень важно. Вы видели, что при вас все было. Случается всегда магия. Всегда интересна на раскладах. И поскольку он вышел первой карты, я не могу взять карту перед ним, потому что ее не было. Он был первый. И эти две карты его охарактеризуют на момент. Смотрите. Это мужчина. Сигнификатор мужчины в этой колоде. То есть эта карта означает мужчина, которым вы спрашиваете. А вот эта карта, видите, две двойки. Две двойки. Он червовый, тот, который любит вас. А вы бубновые. Та, которая ценная для него. И здесь написано, что эта карта, она означает женщина, которая заказала расклад. Но поскольку у меня заказывают мои друзья, все мои подписчики, я делаю только общие прогнозы и расклады. Но дело все в том, что когда вы пальчиком выбрали посмотреть, я обращаюсь к одному человеку. Ко всем и в то же время к одному. Почему? Потому что я как эзотерик знаю, что карта универсальная. Даже если закажете предсказатель, ту же самую карту возьмет. А вы будете переваривать ее по-своему, которые характерны для вашего пространства внутреннего. Ну, как будто вы съели хлебушек, а все по-разному его переварят. Кому-то это в помощь, кому-то и не очень. Точно так и здесь. Но вот так, смотрите. Это он и вы. Вообще удивительно. Просто вы вышли сразу, как пара. И вы сигнификаторы. И шестерка червова, это значит любовь в доме. Утренняя любовь. Когда люди просыпаются вместе. Когда люди просыпаются вместе. Это потрясающе. Просто здорово. Кстати, мне нужно вот так определить для расклада, чтобы вы смотрели друг для друга. Вообще в картах важно направление. Итак, а сейчас я буду делать расклад. Передиагностика просто шикарная, потрясающая. Потому что это любовь. Девочки, особенно характерно для тех, кто не знает, как дальше любовь будет развиваться. В какую сторону будут идти отношения. Потому что шесть – это то, что будет по-новому все свеже развиваться. Я же говорю, просыпаться будете в счастливой домашней постели вместе, вдвоем. Ну, то есть это предполагает счастливую семью. И тоже для всех, дорогих друзей, кто ищет себе пару характерно. Потому что в игральных картах шесть – это когда идет встреча, когда есть дорожка. Дорожка, причем скоро очень будет встреча. Вообще здесь покерная колода от Туза до Десятки и карты Королевского двора. Итак, что и кто его любит? Ну, он любит деньги, это понятно. Что вы любите и кого вы любите? Кого любите? Ну, вы любите пострадать, поплакать. Это тоже понятно. Для женщин для нас характерна вот эта черта, которая портит нам жизнь. Ну, и расклад, он всегда показывает, он как катализатор, да? Он говорит, смотри, из этого нужно избавиться. Но также смотрите, что написано. Это star или звезда. The star ensures success. Звезда говорит об успехе. Так что, хотя это пика, это карта, когда вы все-таки расстраиваетесь и основываете свой сегодняшний день на прошлых неудачах. Так не делайте. Делайте вот как. Как нужно делать, всегда есть в раскладе. Звезда. А это значит, стремитесь к звездной жизни. Вы будете популярны у него. Если вы еще не встретились, эта звездочка приведет его к вам и вас к нему. Путеводная звезда, мечта будет исполняться. Кто и что вас любит? Звезда. Вас любит вселенная. Вас любит высшая сила, высший свет. Вас любит сам Творец. Все ваши ангелы. Кто вас любит? Любит он, конечно. А вот это у него, что его любит и кто его любит. Что его любит? Его любят денежки, потому что это бубен, это монета, монета как помощница. И еще здесь все таком поносится с картой птицы разговоры. Он любит поговорить. Он любит поговорить. А что это вышло? Две карты вышло в дополнение. И, конечно же, я их возьму в дополнение. Девочки, смотрите. Здесь карта веселья. Здесь написано Wine is a symbol of cheerfulness and gaiety. То есть здесь веселье. Вы будете веселиться. Вы будете радоваться. Вас ожидает какое-то веселье. Вас с ним ожидает какое-то веселье в доме. И также карта леса. Вот это. Это червовый туз. Это значит любовь. Леса это та, которая любит деток своих, семью. И у вас будет счастливая семья. Здесь написано, что она говорит, что эта карта, если она вышла, вот эта карта, она говорит, что кто-то очень вас любит и хочет вам понравиться. Дальше я смотрю. Это было кто и что любит. Это цыганский расклад. И что его губит. Вот такой цыганский расклад. Он такой стишок будет. Давайте я вам его сейчас процитирую весь, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак. Кто любит, что губит. Что учит, что мучит. Что придет и что никогда не уйдет. Вот такой расклад из шести позиций. Легенький, именно цыганский. Итак. Что его губит и что вас губит. Девочки, сердечко, когда страдает, это для вас плохо. Сердце губит волнение финансовое, о финансах бубен. И вы волнуетесь о финансах, о работе, о том, что не хватит денег. У вас в основном об этом сердечко ваше болит. Но сердце, здесь написано, это сигнификатор great joy. The heart signifies great joy when near. Next to you. Следующие ваши карты. Извините, я перевожу, но это вообще карты сделаны по-английски. Если даже есть, вот у нас реплики, русские, их все равно нужно понимать именно на том языке, на котором сделаны. Но у меня вот такая английская реплика. Итак, сердце говорит о радости. Да, сердечко ваше болит, но оно должно радоваться. Позиция это, что вас губит. И губит то, что недостаточно радости. Стопарт это хорошее вышло, но в позиции, что губит. Губит то, что вы недостаточно радуетесь, потому что у вас звездная жизнь, вы счастливая жизнь. Мечты будут исполняться. Вам нужно начинать учиться радоваться. Итак, что его губит? Это, что любит, а это, что губит. И у нас здесь, смотрите, деньги, и здесь деньги. Вот тройка, бубен, а здесь туз, бубен. Он волнуется, что новых денег не будет приходить, свежих. И он сейчас хочет делать контакты. Птиц это контакты. С заказчиками может быть. Может работу лучше хочет найти по контактам. То есть он заботится о своей карьере очень сильно. И его карьера любит. Так что у него это будет все хорошо, потому что позиция, что любит. А что губит, тоже денежки вышли, да? Но здесь такая вещь. The money saves indicates richness. Это значит, он будет богат. Понимаете? Но все дело в том, что здесь важно направление карты. Если, например, вот здесь открываем мы в эту сторону, к нему, это значит, у него будет деньги. Если бы он вышел с этой стороны, закрывает, у него не будет денег. Если бы его карта была с этой стороны, это бы означало, что у него не будет денег. Но поскольку здесь написано так. It's short side is, окей, я считаю. If short side is the words the person. Извините, у меня акцент жуткий, потому что когда ты языки меняешь, получается жуткий акцент. У меня на самом деле есть акцент, но не такой жуткий. If short side is the words the person, it denotes loss by speculation. Окей, понятно. Если вот это, если бы его карта была бы здесь, означало, что кто-то ему предложит какую-то спекуляцию. Ну, например, продать что-то, что куплено нечестным путем. Да. Ну, это я пример привела. Никто такого не делает, конечно. Люди все порядочные, потому что обратки-то есть в эзотерике. Ну, пример привожу. То есть, если бы он, его карта здесь была бы, кто-то ему какую-то спекуляцию предложит. То есть, деньги нечестным путем. Но у него, его карта с этой стороны, она значит, что у него откроется денежный канал, у него будут деньги. Итак, подытоживаю, буду дальше идти. Кто и что его любит. Денежки его любят. У него, кстати, будет все хорошо. У вас звезда. Это значит, мечта будет исполняться. Что вас губит? Что сердечко слишком много страдает, потому что, на самом деле, это карта радости, но она в позиции, что губит. Вы мало радуетесь жизни. У вас есть чему радоваться. Просто этого как, почему-то не замечаете. Но очевидно, много было таких якорей, нехороших, неудачных с прошлым. Негатив, может, на вас завязал кто-то. А его что губит? Его губит то, что он тоже, кстати, не верит в денежный поток. Вот у вас есть эта схожесть в этом. Что-то у меня было на дне колоды. Букет. Букет у меня был на дне колоды. Он не дал себя проигнорировать. То есть, это счастливая семейная жизнь у вас будет. Это здорово. Счастливая семейная жизнь в доме. Десятка червова. Это вообще счастливая семейная жизнь. У нас так, девочки, здесь цыганские карты. Они, если от Туза до Десятки, потом карты Королевского двора, я считаю как Малый Аркан и Таро. И всем советую, потому что цыганские карты основаны на Таро вообще. Ну, то, что такая народная версия Таро. Что касается добавок здесь, они как Полинорман добавки. Карты классные. У Линормана есть сигнификаторы, мужчина-женщина. Только у Линормана 28-я, 29-я карта. А здесь две двойные. То есть, два – это как пара проходит. Есть карта Дома, есть карта Лиса, есть карта Букет, есть карта Птицы, Звезда, Сердце. Вот все карты Линормана, в принципе, вышли. Но есть дополнительные здесь, как, например, сейф. Или же вот вино, карта Вино, веселье. Я уже протрактовала. Вот эти карты, они вышли, многие из них случайно. Вот эти три, они сами выскочили. Вообще, любой расклад-то, когда делается, это расклад делается высшими силами. Мои руки мне не принадлежат, когда я делаю расклады. И слова мои тоже, я их беру из потока. Поэтому, когда карты выходят, живой расклад. Живой, сами по себе. И они обычно очень верные. Те, что вышли сами по себе. В данном случае букет означает, что он будет вас любить. Это первое. Второе, обожать вашу внешность. Просто обожает вашу внешность полностью. Вы красавица для него. Красавица, которой он постоянно будет восхищаться. Вот в любом возрасте, вы, может, живете много лет, а он вами восхищается. Но был вопрос у меня основной, как он к вам привязан, насколько он к вам привязан, привязан ли вообще. Но если говорить о карте ДОМ, вы поняли, да, сигнификатор был при диагностике, это анализ, вот как, знаете, в аптеке. Или же анализ крови, да, но только эзотерической крови. Это эзотерическая ДНК. Возьмем такое, энерго-ДНК. А насколько к вам привязан? Привязка в ДОМ это самая сильная привязка. Привязан к вам сильно и правильно. Вот как мужчина должен быть к женщине привязан. Именно правильно к вам привязан. И он очень хочет найти дорожку еще ближе к вам. И он хочет веселиться с вами. Но Десятка Червова это вообще счастливая семья. Где есть примирение, если, кстати, поссорились. Там Радуга у Райдера Уэйт. Это тоже Десятка Червовая. Ну и букет, естественно, радость. Также букет это подарки. Он стремится вам подарить подарки. Вот насколько он привязан. Он стремится сделать вашу жизнь такой, какой вы мечтаете для себя. Да, потому что звезда это мечта ваша. А он мечтает именно то для вас дать, те подарки, то для дома. Такой дом построить, о котором вы мечтаете. То, чего хочет ваше сердечко. Так что не грустите. Не нужно грустить, девочки. Посмотрите, какой расклад. Разве можно при таком раскладе грустить? И также хочет с вами какое-то веселье иметь. Извините. Так, следующая пара. Что учит и что мучает? У нас было кто любит, что губит, что учит. Вот это то, что учит его, дорогого нашего. И это, что его мучает. Или мучает. Ну так, по сленгову у нас мучает. А так мучает на самом деле, да. Теперь у вас, что вас учит. Такой расклад серьезный. Это старинные позиции. Что учит и что мучает. То есть мучает. Ну понятно, понятно. Давайте протрафтую, девочки. Итак, что его учит. Карта невесты и король пик. Его учит то, что нельзя оставаться долго в женихах ходить. Не нужно долго ходить в женихах. Нужно делать предложение. Если вы еще встречаетесь. Вот этому его учит жизнь. Он мужчина серьезный. Такой суровый даже по королю пиковому. Он мужчина повидавший жизнь. Ему нужно уже наконец осесть в свой дом. Да, с вами. Если вы встречаетесь. Его жизнь учит. Говорит, что не откладывай. У тебя уже есть невеста. Вот вы, кто смотрит. И чтобы он сделал следующий шаг. Понимаете? Итак, здесь написано. Я прочту. The bride ensures for a single person the fulfillment of their highest aims when near. То есть, on one near, конечно, близко к нему. То есть, это bride или же невеста. Она означает, что у него сбудутся желания. Что его учит? Учит его то, что жизнь ему подсказывает. Hey. Чтобы желание исполнилось, начинай что-то сам делать. То есть, делай предложение вам в смысле. Строи дом. Зарабатывай хорошо. Будь честный. Все так просто. Вообще счастливая женщина просто. Будь честный. Нормальный человек. Спокойный. Да. Зарабатывай для семьи. Все. Концентрируйся на домашних делах. И все будет хорошо. Это вот то, что его учит. Если вы с ним вместе уже давно. Это карта невесты. Она имеет другое значение. Она все равно означает то же самое. Что у него сбудутся его высшие мечты. Highest aims. А высшие мечты всегда соответствуют высшему я. То есть, у него самая высокая aim. Это цель. У него самая высокая цель. Это сделать вас счастливой. Вот это его научила жизнь этому. А что его мучает? Мучает. Мучает так по раскладу. Что его мучает? Треф это дела. Конечно. И семья тоже. Кстати, трефа проходит по семье. Тоже деловая. В семье всегда по деловому должно быть. Без истерики и эмоций. И это карта Lightning. Или же. Как сказать Lightning. Когда гром и молния. Вот молния. Это молния. Lightning denotes surprise. Будет неожиданность у него в карьере. Неожиданность в карьере. Это его мучает. Он давно уже не знает, что делать с карьерой. Он мучается тем, что как-то все было, ну вот, не шел карьерный рост. А это говорит, что неожиданный рост карьерный пойдет. Ну хорошо. Прекрасно. А у вас что? Что вас учит жизни? Вот видите, трефовая мать повторяется. Значит, вы вообще очень похожие люди. У вас похожие цели. А это значит, что вы будете понимать друг друга и будете уметь договариваться. У людей, у которых похожие цели, есть договор. Вообще четверка треф – это договор, кстати. А ключ в полинорман здесь. Потому что много вместе всего. Очень четкие карты. Они очень информативные. Ключ отвечает на вопрос, что вас учит. Что нужные двери откроются в нужное время. И нужные двери откроются для того, чтобы с ним в доме было счастье. Смотрите. Ключ и звезда вместе. Это значит, чтобы звезда сбываться будет мечта. И нужные двери будут открываться. Прочту, что написано. The key nearby is a certain success. Это success. Это счастье. Это счастье. Ключ открывает счастье. Что вас учит? Что нужно просто подобрать ключик к жизни. Счастье у тех, кто знает, какой двери, какой ключик, девочки. А несчастье у тех, кто пробует открыть двери не тем ключом. Вот у этих несчастье. И нужно понимать, что смысл жизни у каждого свой, девочки. Вот это еще карта. Вместе с железной дорогой. Вот две – это и означает. Что смысл жизни у каждого свой. Но есть общие критерии, такие философии общие, да, что такое смысл жизни. Ну, это просто жить прямо, просто – одна из критерий этого всего. Но бывают люди, которые смысл жизни свой, они вкладывают в других людей или обстоятельства. Например, я иногда слышу, люди пишут, что в комментариях или так еще где-то слышу. Да, но я консультировала очень долго, так что у меня опыт огромный. Иногда люди говорят так в сердцах. Он – смысл моей жизни. Или мужчина говорит, без нее дышать не могу. Я живу только для нее. С одной стороны, мы, девочки, очень хотим, чтобы мальчики жили только для нас. Это как бы характерно для нас, женщин. Но это тоже характерно, знаете, генетически. Мы это не можем переделать. Но все равно должны иметь в виду, что если кто-то вкладывает свой смысл жизни в другого человека, это рискованно. А что, если другой человек поменяется? Ведь жизнь меняет людей. А что, если он захочет по-другому смысл жизни организовать? То есть в этом случае вы даете другим власть над собой, когда другой человек владеет вашим смыслом жизни. То есть вот вы отдельно, а смысл вашей жизни отдельно. И в этом случае происходит грусть. Потому что, я вижу вот грусть, поэтому и читаю, да. Хотя, вот смотрите, при таких картах у вас грусть. Как может быть звезда, сердце, ключ? А железная дорога, кстати, это счастливое путешествие жизненное. И именно семейное трефо, да. Семейное и деловое. Еще раз повторяю, семья – это деловое предприятие, нужно сказать. Так вот, когда смысл жизни в другом человеке, я очень слышу мамочки в детях, смысл жизни. Мне вот ничего не важно, лишь бы муж, или же, и ближе бы муж карьеру сделал, да. Но это же его смысл жизни не важен. Не делайте этого. Нужно что-то найти в себе, что для вас важно. Его карьера тоже для вас важна. Но это не ваш смысл жизни. Вот в этом тонкость, понимание. Или мамочка говорит, весь мой смысл жизни, чтобы сын женился на хорошей девушке. Либо, чтобы у сына было все хорошо. Но это не может быть вашим смыслом жизни. Потому что в этом случае ваш смысл жизни не в вас самой, внутри вашего мира. Это маленький мир каждый человек. А за пределами вашего мира. И тогда любой другой человек может просто забрать ваш смысл жизни. Или исключить вас из его смысла жизни. А так часто бывает, когда сын говорит, мама, не лезь в мою жизнь, я выберу ту девушку, которую захочу. И мужчина говорит вам, все, я карьеру меняю. А вы вложили смысл жизни свой в его карьеру. И вы, в принципе, как бы его судьбу переделываете, что на самом деле грех. И свою не живете. Потому что он может поменять карьеру. Вот здесь по карте молния. Внезапно, кстати, он может поменять карьеру. Это откроет возможности птицы на новые большие деньги. И у него будет фулфилмент, он реализуется. Невеста это для мужчин, он же не женщина, мужчина, понимаете. Когда выходит карта невесты для мужчин, это реализация себя. Так что свой смысл жизни нужно иметь внутри себя. И тогда никто не может его ни забрать, ни сделать его другим. Поняли, да? То есть, что вас учит? Вот именно то, что я сказала. Двери нужным ключом открывать. Не пробуйте открыть дверь, от которой у вас нет ключа. Понимаете? Вы меня поняли, кто услышал. Иногда загадками, потому что подсознание понимает только загадки, карты. А мозг вообще любит загадки. Потому что мозг любит новенькие задачи решать. Ну и двойка треф, и четверка треф. А стабильность в делах. Стабильность в делах. И что вас мучает? Что нет стабильности у вас. Это вас мучает. А смотрите, что будет. Будет исполнение желания. Стабильность-то, конечно, будет. Так что вот такой расклад. Вот вопрос вас мучает, что нет стабильности. Я здесь вижу, да? Потому что железная дорога и двойка треф. Все, это мучает. А я спрашиваю карт. У кого мне еще спрашивать? Я верю только картам. Потому что карты – это символы из подсознания. Они вас ведут. Почему нет стабильности? Ну, потому что ее раньше не было. И вы как бы идете по наклонной. А будет ли стабильность? Я спрашиваю карт. И центральный расклад, он показывает здесь и сейчас. Стабильный, счастливый дом. Веселье в доме, счастье. Новые яркие впечатления леса. Понимаете? Итак, еще последние две позиции. Что придет и что никогда не уйдет. Вот эта карта, что придет. Вот сюда, йомы. И эта карта, что для вас придет. А эта карта, что никогда не уйдет. То есть, чем придется мириться. Ну, знаете, предупрежден, значит, вооружен. Что никогда не уйдет. Давайте теперь открывать их. Что к нему придет. То есть, его будущее. Его будущее. Это карта тучи, Полинорман. Семерка пик. Что придет. Тучи это кратковременные какие-то препятствия. Кратковременные препятствия именно у него будут. И они говорят о том, что ему нужно посмотреть на это как кратковременные препятствия. И не волноваться об этом. А у вас что придет? А ну-ка. А у вас карта Луна это женская карта счастья с пятеркой червовой. Вообще, пять это пентаграмма, когда вы сами делаете свое счастье. Червовая это любовь. И здесь у вас написано good omen, да? The moon is good omen. Это очень хорошо. Это, видите, здесь салют. Именно в этих картах цыганских Луна это good omen. Значит, счастливый выход из ситуации. Вот интересненько. Смотрите. У него временная неудача, видимо, на работе. Временная неудача. Может, со здоровьем временная неудача. Будет чувствовать себя неважно. Временно. Потому что тучи. Будет переживать об этом пик. Но семь и пять это очень положительные карты. Все нечетные карты положительные. Они предполагают движение вперед в развитии ситуации. Все стагнации, карты стагнации, их там сложно понимать. Так вот. Это временно. У вас карта счастливого выхода из ситуации. У него временная не очень хорошая ситуация. А у вас счастливый выход из ситуации. Это значит, что только если он будет с вами, только отношения с вами помогут ему выйти из ситуации, в которой он себя может найти. Немножко невыгодная для него может быть ситуация в будущем. И только вы, ваша, вот, как сказать, энергетика ваша, вам даже делать ничего не нужно. Просто вы связаны с ним. Немножко раскладываю так, чтобы было видно, это вы, это он. Понимаете? То есть, будучи с вами, он выйдет из этой ситуации. Он будет вам очень за это благодарен. И у вас счастливое с ним будущее. Это то, что никогда не уйдет. Ух, лев. Лев это всегда какое-то счастье. Лев это всегда какая-то яркая ситуация. Но лев это может быть угроза. Здесь написано sudden shock. То есть, может быть, угроза. Что никогда не уйдет. Но вот это чувство угрозы, вы с ним родились, к сожалению. И это не уйдет. А что с этим делать? То, что дано нам при рождении, его нужно укротить, как укращают львов. Это никогда не уходит. Это характер человека. Он так родился. Но над этим можно взять контроль. Это можно укротить. Вам нужно укротить в себе льва. Бубновая масть, хорошая масть. Это монеты, это деньги. Это связано с тем, что никогда, может, не уйдет страх бедности. Страх того, что какие-то новые задачи нужно будет решать. Вообще жизнь это решение задач. Но у вас решение задач, оно характерно связано с понятием угрозы. Вы всегда, вот лев, да, понятие угрозы. С одной стороны, лев это гордость, сила. Это мужская такая страсть. Вы любите, кстати, мужчину очень. И он любит вас очень сильно. У вас в доме счастье с ним. Но состояние угрозы всегда будет, потому что оно есть от рождения. Вы, может быть, склонны притягивать негатив. Состояние угрозы есть. Но, понимаете, как ящик Пандоры. Помните, да? Прометей дал своему брату, который владел прошлым. Прометей, это будущее, да? А брат его владел прошлым. Ну, это так, мифология, но это все на самом деле суть, правда, жизни. Он дал ему ящик такой, ящичек, и сказал, не открывай его. Но его брат женился на женщине слишком любопытной Пандоре. И она открыла этот ящик, хоть ее и предупреждали. И вылетели все неудачи. Они стали по свету бродить, да? И люди стали бояться неудач. Но вот в чем дело. Сам творец на дно ящичка положил три важные составляющие удачи. Вера, надежда и любовь. И удачи могли быть, когда люди решают задачи. То есть можно назвать это неудачами. А можно назвать это задачами, которые можно решать. То есть на самом деле Бог дал день, Бог даст и пищу. Если Бог дает вам какую-то задачу решать, у вас есть и решение ее. Но это я вам чисто эзотерически говорю. Потому что у вас по законам вашего космоса, по законам вашего мира, у вас есть тенденция принимать жизненную удачу за трагедии. Вот здесь это лев за какую-то очень важную угрозу для вас. И поэтому по ящику Пандоры на самое дно ящика сам творец для вашей души положил утешение. А это значит, надежда, все будет хорошо. Это карта счастливого исхода событий. Good Omen – это счастливый исход событий. Так что надейтесь на то, что, во-первых, 100% вы будете с ним счастливы. Во-вторых, вы должны здесь тенденцию увидеть свою, как бы рисовать свое прошлое в темных красках и притягивать его в будущее. Этого не делайте. Давайте посмотрим у него, что придет и что никогда не уйдет. Я говорила, что могут прийти сложности. Могут прийти какие-то временные неурядицы. А что никогда не уйдет. Вот как интересно. Это карта медведь. Ну, Полина Арман, вы знаете, кто медведь. И обратите внимание. С вашей стороны вышел лев, а с его стороны медведь. Ну, конечно, карты гадают, как обычно. Очень мощно. Он деловой мужчина, он медведь, он начальник. Вот временные трудности, но после этого он может стать начальником. Понимаете? The bear is sign of successful speculations. Опять speculations. Ну, цыганский расклад, цыганские карты, цыганский жаргон. Вообще-то я знаю, что босс, медведь это босс. Я бы сказала успешный не speculation, а успешные дела. Но здесь могут быть и спекуляции. Еще раз повторяюсь, помните, я намекнула вам, что ему могут предлагать спекуляцию. И эта спекуляция может привести к проблеме. Потому что, ну, закон бумеранга никто не отменял, да? Он научится на этой ошибке, и он выйдет из положения. Потому что трифовый король, это, конечно, человек мощный в бизнесе. Который выстоял буря, который понимает, как честно вести дела. Но медведь тоже страстный мужчина. Он проходит здесь у вас как страстный мужчина. И именно страсть к вам, счастливый дом. Дом это как защита, крепость. Это поможет ему выйти из проблем. Потому что вы притягиваете ему счастье. Вы, наверное, уже заметили, что с тех пор, как он с вами, в его жизнь начала притягиваться удача и счастье. То есть судьба дает ему вам не зря, а для счастья. Вот такой классный расклад. Я сейчас просуммирую еще. Очень важно, что и с вашей стороны, и с его стороны вышли тотомные животные. И медведь, и лев. Это сила. Это сила. Это третья сила, которая вами руководит. Смотрите. Я чисто иду по эзотерике, да, по нумерологии. Два вы и он. Это две единицы вместе. Два шесть делится на два. Это три. Ну так меня научил Джон нумерология. Это вещь очень-очень интересная. И не только то, что вы слышите на ютюбе характерно, да, а еще и по-другому. Вот так как я говорю, это классическая нумерология. Так что шесть делится на два, получается три. Вообще число три в нумерологии здесь проходит у нас. Это деньги большие. И число три в нумерологии – это третья сила. Это вообще тоже понятие кабалы. Третья сила, кстати. Это счастье, удача – это третья сила. Когда есть вы и он. И между вами есть третья сила. Это ангел любви, который расширяет ваш общий космос. И вообще понятие из кабалы я взяла. Третья сила – это понятие расширения космоса. Вы знаете, что космос расширяется постоянно, да. И когда вы в отношения входите, ваш космос начинает расширяться. Есть общий мир, называется большой мир. И в нем властвует третья сила – расширение космоса. Есть маленький мир – это ваш мир. Вот маленький мир ваш, маленький мир его. И когда вы вместе с ним начинаете жить, ваш маленький мир начинает расширяться. его тоже маленький мир начинает расширяться какая энергия расширяет ваши маленькие миры третья сила а это и есть сила счастье и изобилие вот то знает до третья сила водка в кабале можете прочитать но можно не читать я вам здесь даю законы эзотерики часто законы и кабалы и христианские буддистские и других религий это все одно и тоже девочки все одно и тоже третья сила это сила изобилие вам дается дом счастливый и десятка червов это символ изобилия подарки изобилия радости и яркую жизнь с ним да но тоже даются два тодомных животных в эзотерике лев это символ гордости так что вам бы нужно больше гордости иметь видимо эта характеристика у вас страдает вы скромная да вам душ или что нужно быть скромной ну там и и скромный тоже нужно быть но нужен баланс так так что вот то что за что купил это зато и продают девочки вам нужно больше гордости все все сказать что нужно там есть а вы сами уже потом поймете а у него страсть у него и он страстная натура ему бы ни в коем случае не спекулировать своей страстью да он может спекулировать свои страсти но это вы тоже понимаете да мужчина может спекулировать страстью когда говорит нам девочкам что мы не такие горячие как они на это спекуляция ему бы нужно по придержать свои спекулятивные такие характеристики но медведь это тоже страстно влюбленный мужчина это ничего плохого это очень хорошая карта тотемное животное медведь это власть смотрите вам бы гордости побольше а ему власти а он вот понимаете часто мужчины которые показывают свою силу они ее не владеют у него власть слабовато так что ему вот именно внутреннюю власть можно развивать но нет уверенности в себе у мужчин это кстати очень часто они этим страдают но трифовый король это человек который деловой по деловому к семье относятся хочет чтобы у него закрома были чтобы все было правильно хорошо богатый двор да это все вот а трифовом короле очень хорошая карта так что вам даются очень сильные потопные энергетики ему и вам а значит вы будете очень счастлив потому что похожие карты вами владеют до похожие тотомные энергетики это сильные энергетики вами владею так что вы сильная power пара называется по-английски power couple это сильная пара power couple она например адвокат и врач сильная пара у меня у меня сын врач а невестка адвокат power couple я пример только привела не то что там хочу похвастаться нет ни в коем случае девочки всех вас обожаю люблю очень сильно и буду видеть вас на следующем видео что я вам предлагаю если вы хотите поучиться у меня есть на игральных картах два курса по малым по малой колоде это 36 листов как наши бабушки и прабабушки гадали и по большой колоде как малые арканы таро да это покерная это большая колода курсы можно приобрести у меня на сайте переход на мой официальный сайт есть под каждым видео в гармошке там где описание видео девочки смотрите если кто хочет учиться вернее вообще работать с картами до курсы недорогие всем по карману но все дело в том что эзотерика не понимает обмана поэтому если хотите официально не не нужно у меня воровать вот здесь на моих видео потому что я знаю что многие воруют то что я говорю и ну так кто хочет орологом стать да не нужно стоит недорого тогда можете по праву называться моим учеником они вымышлено есть такие даже на youtube кто говорит что мои ученики и ими не являются да просто им как бы стыдно что они мои приемы используют они говорят что мои ученики нет не все не все золото что блестит другими словами так что если хотите учиться обращайтесь пожалуйста ко мне на уроке это недорого и будете по праву называться моим учеником что кстати престижно потому что я учитель с именем да я очень давно на youtube я учитель с именем это только тому кто кому нужны мои уроки а вообще приходите на расклады я делаю для вас чтобы вы могли свою судьбу разрулить найти свою дорогу к счастью очень вас люблю обожаю посылаю вам воздушные поцелуи и виртуальные обнимашки увижу с вами на моих предыдущих видео потому что в них очень много силы и в моих будущих видео тоже в них тоже будет много силы желаю всем счастья девочкам это же вашим мальчиком конечно увидимся скоро пока пока